ребят всем привет 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 мы продолжаем проект перекуп напоминаем что мы стартовали с 10 тысяч рублей покупая продавая автомобили мы хотим дойти до полумиллиона и в прошлой серии мы продали opel и омега да мы перекуп рукожопы 20 супер бухгалтер который прошлой серии да у нас бюджет был не 51 тысяч рублей а 49 спасибо вам вы за нас все посчитали и у нас человек который все забывает забывает за сколько купили забывает за сколько продали и еще человек который тратит наши деньги но об этом чуть позже ребят сейчас мы покажем вам в этой серии один день скажем так из подбора автомобилей то есть напомню что наш бюджет вырос до 49 тысяч рублей вы накидали нам кучу всяких интересных объявлений мы их смотрели мы думали в общем и сегодня соответственно мы опять открыли был немного экшен да 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 сегодня он и с грязными руками сидит не просто да в общем ребят открыли открыли автору сегодня и начали смотреть машины начинаем подбор автомобилей мы соответственно посмотрели ваши ссылочки которые вы нам накидали там мы их изучали там до 75 тысяч рублей интересная была ссылочка кстати самая популярная за которую я перевел 500 рублей это по audi 80 красная бочка и и правда уже продали сейчас к сожалению не покажу хороший был вариант неплохой мы немножечко не успели значит сейчас будем смотреть другие варианты открыл открыли да вот автору и с кириллом сейчас будем смотреть ну давай кирилл я листаю ты смотри ну смотри вот opel vector очень салона очень дорого до автосалоны ребят посмотрите от салона не перепродают и они ставят очень высокие цены выберем частное объявление что значит volvo volvo нам не подходит просто потому что машина будет очень тяжело продаваться так ауди 100 давай посмотрим 2 литра 80 80 тысяч так 2 литра 101 сила так соточка бодра и весела 5 цилиндровый нет это 4 цилиндровый 2 литра это четыре цилиндра так он карбюраторный так что описание 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 что-то нету описание нету описание вообще непонятно что бензин газобаллонное оборудование написано пониже ну гниловато так что там вот поэтому описание так не совпадает год выпуска тысяч 5 блин это ерунда просто в хорошем состоянии написано продает нету имени девушка вот мне прям понравилось вот это объявление конечно может получится как-нибудь у нас 49 бюджет но она прям по фоткам очень даже ну ка верни приду то есть мы выбирали автомобиля помечали их то есть выбрали порядка по 6 или 7 автомобилей примерно и там было 3d его matiza opel vectra b opel омега на автомате что-то еще там по моему было и по моему еще что-то какой-то автомобиль в общем я как-то все забыл вот мы их выбрали по избранному и начали обзванивать ну посидели все страницы автору проверили то есть выбрали автомобили от частных лиц чтобы юридически чистые были и начали обзванивать ребят никто не берет трубки да ребят правда реально никто не берет трубки еще ребят смотрите момент в прошлом видосе мы сказали что там за ссылочки да кто наберет ну со автору кто будет присылать нам автомобили там ссылочки на автомобили до 75 тысяч рублей мы пообещали 500 рублей на телефон 500 рублей мы на телефончик отправили человеку который за неделю чей комент собрал больше всего лайков и в этом видосе мы продолжаем эту традицию то есть ребят вы заходите на вторую прям по этой ссылочке которая сейчас в описании есть и в комментариях она прям в топе соответственно ищите там нам автомобиль до 75 тысяч рублей опять же размещаете ссылочку на этот автомобиль здесь в комментариях и через неделю чей автомобиль больше наберет лайков тот мой по что ребят 500 рублей на телефон да вы нам помогаете ну и вам свою благодарность небольшую даем в общем смотрите много машин мы смотрим прежде чем подобрать и купить нужно мы решили попробовать делать так то есть выкладывать две серии одна серия с просмотром автомобиля то есть мы ездим смотрим 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 а другая серия тоже как мы купили какой автомобиль как мы подготовили и продали за сколько то есть попробуем сделать так чтобы и вам было приятнее чаще 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 видосы выходили и нам как-то было попроще чтобы не было одного длинного тяжелого видос в общем как вы на это реагируете тоже напишите пожалуйста да пишите пожалуйста в комментариях нам это очень важно здравствуйте по поводу мать и за звоню расскажите пожалуйста давно он у вас сестра машина так не знаете как она по состоянию по техническому по кузову потом треник катался ничего рыжиков много ржавчины да много на ней получаются я понял так а где если что можно посмотреть до но по цене с вами общаться или с вашей сестрой ну а так примерно хоть скажете на какой торг можно рассчитывать ну пять тысяч вступлю у меня еще добавок еще колеса литье отдаю еще литье да так я понял так ну ладно тогда сейчас мы подъедем а можете точно адрес сказать сразу по навигации что-то другом поехали чтобы не не ездил там салон не троется да не мать да 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 здесь гниль здесь ржавь здесь ржавь бампер вверх там эту пипку потяните вверх вверх вон она кирилл смотри фонарик да у меня есть фонарик есть ну клепки ну клепки вроде на месте но она разорванная понимаешь получается раз 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 получается что это единственная табличка с веномером блин как покрашен вот прямо так вот пока не покрасить да так очень дилетанты делал не заморачивайся полтинник больше не мы посмотрели матис матис оказался очень плохой у него были сгнившие нахрен задние арки он был весь крашеный он был весь битый у него вся проводка переколхожена и самое что было плохое что у них в багажнике сзади на планочке то есть в багажнике стоит табличка с вином и со всеми этими данными и она была ребят вся порвана погнута как будто ее грызли я не знаю что с ней делали но в общем в общем она вся такая кривая перекошенная перекособочена как в том анекдоте когда несут медведя убитого и спрашивают грызли не так за души да ребят то что обязательно обращайте внимание на номерные таблички потому что сейчас гаи очень внимательно за этим смотрят то есть обязательно должны быть на клёпочках на таких вот ну родных заводских клёпочках не на саморезиках не на шурупчиках не на жвачки а вот именно на заводских клёпках ну и в нормальном состоянии не в таком как у нас как вот у нас на этом матите далее мы поехали смотреть недалеко нашли опель опель вектра а опель вектра а а история по телефону была просто великолепная продавал его дедушка он говорит я уже старый чтобы на нем ездить он в хорошем состоянии но немножечко он греется то есть как он нам объяснил у него просто не включается вентилятор вентилятор в хорошем состоянии но греется греется то есть с охлаждением прям кипит кипит да постоянно не 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 почему не сразу а как а вот заветёшь заветёшь ага ну и не сразу в процессе поездки допустим вентилятор с охлаждением да а вентилятор работает да чё это надо справиться это ну как говорят головка чё это головка там чё это не знаю а в антифризе масло есть да конечно есть есть ну я понял а не антифриз соли а масло зачем там масло да ну я понял а вот когда нагреется когда нагреется долго поездишь допустим нагреется начнёй loose выдавливать антисис да вот я про это и спрашиваю выдавливая потом ну а вентилятор включается да То есть, и вентилятор включается, он все равно греется? Не, если его включить принудительно, то он не греется. Принудительно. А вот так он как-то... Короче, надо все это регулировать или искать. Я старый, мне 80 лет не нужно. А где его можно? Можно его сейчас посмотреть? Прямо сейчас? Ну да, я просто в Усмане сейчас оказался. А, Бопяково, Бопяково. Давай, приезжай. Бопяково. Здрасте. Как у вас много машин? Снимай. 5-10. А вот это. Вот здесь, директор. С той стороны, ну, свободно пройти. А свет есть у вас когда-то, нет? А так, да? Свет? Так, надо там сейчас у меня протягивать провода. А, ну ладно. А что это у него с гнищем-то такое? Глядите, ребят. О, сгнили, да, пороги совсем? Ну, глядите, вот. Я не знаю, я не знаю. Ну, что там такой сгнивший-то есть? Эта машина. Ага. Вон, документы, все, копии паспорта. Это товарищ мне задолжал. Ага. И от долга давать нечем. И вот-вот, забирай, говорит. Продашь, долги спину. Ну, хорошо. Вот такие дела. Она прям вообще ужасная. Ужасная, да? Сами, это же вообще жесть. Ее в металлолом надо сдавать по-хорошему. В металлолом? Ну и конечно. Сдал. Аккумулятор можно поставить, завести? Ну, сейчас принесу. А, хорошо. Хоть послушать-то, как она работает. Скажите, а масла нет долить? В ней что-то его нету совсем. Ну, вон оно, на нижней отметке. А ну, вон, лужа, масло под ним. Вон, с прокладки течет. Как она с прокладки? Хрен его знает. Ну, вон, под ней масло просто. Еще, вон, вон, вон. Вон, 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 вон. Давай. Ах! Ха-ха! Ты что, все в масле, что ли? Охренеть! Да ну, офигеть вообще! Сразу вся рука в масле. Она плюется маслом. Хоть-то, да? Да все будут трындец. Как она завелась, непонятно. Жень. Включаем, а то вот отдохнем. Да, да. Давай включать. Пошли на улицу. То, что есть. Пошли, пошли. Я не знаю, что с ней делать вообще. Пошли на улицу. Вот так. Я вот до магазина когда ее взял летом. Попа, бая. Да хорошо, хорошо, хорошо. Не скучно, не скучно. Всё, странно не думаешь... Ладно. Вон Кирилл $10000 предлагает. Я не знаю, просто никак не смог, ехать лишний раз не нужно. О чем ещё какая-то цена. то вряд ли ночью сделать сейчас вложить мне сразу на в общем посмотрели мы opel саныч подсунул руку очень смешно такой лютый хлам просто ребят еще поискать вот реально то есть дедушка ему был должен один человек 60 тысяч он его забрал этот опель за долги короче алкоголя какой-то должен да не продажу и он все все пропивал и денег у него не сказал забери у меня вот он забрал за 60000 опели вот это просто такой трэш жалко дедушку как бы да но очень хороший хороший да все но но тоже купить подобный автомобиль это значит что вы в него вложите сразу порядка 20000 где-то наверное просто чтобы ездил просто чтобы ездил ребят банально ничего не не это самое даже не придумывая просто вот папа попомните мои слова следующий раз ты понюхаешь хорошо обязательно круг нали просто зная зная вот эти все помойки знают у меня то опыт большой с этими со всякими старыми машинами вот просто чтобы ездить в него нужно будет в сандалить очень очень много денег вот покупая вот подобную вы себя обрекаете на то что вы попадаете сразу на деньги поэтому если вы видите если знаете даже не кисточкой покрашена как будто рукой покрашенное крыло пластилином замазанные щели это значит что люди с крайне такой низкой фантазии точнее наоборот крайне богатой фантазии просто крайне нехотя ухаживали за автомобилем даже не ухаживали а просто вот на тяп ляп на на отвали сделали мы автомобиль все ну ребят в общем вот она экспертное мнение александра бегите глупцы все перекупская рука перекупская рука оказалось что автомобиль принадлежал какому-то алкоголиком до который в итоге этот дедушка то оказывается забрал за долги мы серьезно да мы на самом деле даже не стали проверять если на машину какие-то ограничения на регистрационные действия возможно что и есть но мы просто не стали этого делать потому что да мы просто посмотрели внешне и конечно же завели то есть я до сих пор не могу отмыть руку она реально блин ну черная ребят если хотите чтобы саныч следующий раз проверял не рукой а лицом пишите если этот если этот комментарий наберет сколько лайков сколько лайков давайте тысячу лайков нет ну тысячу это много да тысячу тысячу это мало тысячу лайков набирает нет какие тысячи 5000 лайков за 5000 лайков согласен Саныч будет лицом проверять полушителя еще какую-нибудь дизельную, выберем машину обязательно было да, чтобы я совсем 5 тысяч лайков Саныч лицом проверяет хорошо, договорились успели посмотреть на два автомобиля, потому что они находились оба далеко то есть Новый Усман, другая часть от нас города, то есть за городом пока туда доехали, больше часа добирались пока там-сям ну в общем, если вы когда-то искали себе автомобили, вы прекрасно знаете что в городе Миллионники максимум за день можно 2-3 автомобиля ну 4, если они в одном районе находятся, от силы посмотреть ну а мы продолжаем искать ждем от вас ссылочки с автомобилями, потому что нам это как раз очень актуально сейчас, предлагайте как отечественные, так и зарубежные мы в принципе все это рассмотрим ну и конечно же пишите, то есть насколько часто вы хотите видеть серии проекта Перекуп 5 тысяч лайков 5 тысяч лайков иди ты в пень, а и усаду че черное лицо всем пока все, ребят, всем счастливо, всем пока спасибо за просмотр! Продолжение следует...